Друзья, всем огромный привет! Нашел я вот такую старенькую шину от бензопилы, так что работать будем сегодня с ней. Вам всем приятного просмотра! Поехали! Первым делом было решено разделить ее напополам. Для этого использовал отвертку и все прекрасно получилось. Металл здесь очень интересный, он хорошо гнется, но и восстанавливается на свое место. От руки накидал такой вот эскизик будущего ножа. При помощи ножниц я его быстренько вырезаю. Когда-то приходилось делать маленькие топорики и форму ручкой взял от них. Мне она показалась очень удобной. На полотно наклеиваю двухсторонний скотч и сверху наклеиваю наш эскиз. При помощи ушей отрезаю нашу заготовку, но делаю это не очень быстро, а с остановками, чтобы металл сильно не нагревался. При помощи гриндера срезаю все неровности. Хорошо, когда есть гриндер. Раньше делал все вручную, все при помощи болгарки. Эх, былые времена! На скорую руку из уголка сделал наш ножедержатель. Делается все очень просто. Сделал 4 отверстия и нарезал резьбу М8. Ну а струбцинку делал когда-то ранее. При обработке на гриндере металл, конечно, нагревается. Для этого я себя охлаждаю в воде. После того, как навел угол, необходимо сделать 3 отверстия. Я не знаю, что за марка стали, но обычным сверлом не советую. Есть проверенный способ. Беру самое дешевое сверло по керамике. И оно этот металл медленно, но верно сверлит. После того, как просверлил отверстие, беру обрезок дубовой доски. Из него мы будем изготавливать ручку. Решил попробовать все отрезать при помощи обычной ручной пилы. Конечно же, все получилось, но немножко пришлось поработать руками. Прижал заготовку струбциной и делаю 3 отверстия. Ручку склеивать буду эпоксидным клеем. Эпоксидку намазал на один брусок. Решил зафиксировать пока так, чтобы заготовка не съезжала и наши отверстия не сместились. Время застывания клея 20 минут, но я подержал минут 10. Далее хорошенько намазываю вторую сторону и хорошенечко фиксирую двумя струбцинами. Оставляю это сохнуть на 20 минут. После уже делаю склазные 3 отверстия. Лишку также срезаю при помощи ручной пилы. И далее делаю грубую обработку на гриндере. Вот так вот получилось после обработки на гриндере. Далее при помощи наждачной бумаги немножко шлифанул. Само жало уже наводил на камни. Решил, что не буду использовать какие-то приспособления. И немножечко довел на наждачной бумаге. Дальнейшую обработку ручки уже делаю вручную при помощи наждачной бумаги. Далее взял медную трубку и немножко ее отполировал при помощи наждачки. По размеру рукоятки отрезал 3 кусочка медной трубки. Отверстие на ручке заземковал. При помощи двух шариков и тисков зажал медную трубку. Теперь обрабатываю все это воском. Остался он у меня, покупал для деревьев. Называется, если не ошибаюсь, «Живая кора». При помощи фен нагреваю рукоять, чтобы воск хорошо пропитался в саму структуру дерева. По итогу получается вот такая красота. Результат меня, конечно, порадовал. Не ожидал, что так получится. Друзья, у нас получился по итогу вот такой вот красивый ножик и старой шины от пилы. Я думаю, получилось достойно. Если вам понравился данный ролик, обязательно поставьте палец вверх. Напишите обязательно ваше мнение. Жду ваши комментарии у себя под видео. С вами я прощаюсь. Вам всем крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока.